Проснулся и с утром я понял, что был какой-то дождь, и непонятно всё намокло. Вот такая у меня рожа, как у... не знаю у кого. Заросшая. Глаза мои опухшие. Домой пора. Теперь, теперь я стал вот таким. А почему я стал таким? Да просто кепку делал. А ещё у меня вот такая штука есть. Вот и всё. Гоша принёс кашу. Дима? О, ты масло или ещё? Да, это от Димы. Есть. За нами теперь эти пончики и лисы. Масло от улитки, а ещё железный пруд, который я дал Фёдору. Тут я смотрю последние дни перед тем, как я уеду на разных людей, которые развлекаются, купаясь в камнях. Каждое утро я говорю, что я завтра уеду. Но прошла неделя. Я ещё смотрел на эту чайку, которая пролетала и бросила что-то в море. Так я и пошёл вниз купаться в море. Место, где люди себя находят на камнях. А я хожу, брожу, ничего не понимаю. Да всё я понимаю, мне всё нравится смотреть на камни. Пойду на камень посмотрю, пойду на ветку посмотрю. Там Маша и медведь. Сегодня я отправлюсь к тому флагу. И вы увидите, что будет интересного не эта голова, либо зелёная палатка с кустом фиолетового верблюда. Здесь живёт Дмитрий, в котором приехал йога-мастер. Поэтому она идёт к себе домой. После того, как она приведёт к себе домой, я пойду к Диме и поем еды. Потому что он сказал, баклажки принесёшь, я тебе еды дам. Но я не раб, сказал я ему. Так что анунаки здесь ни при чём. Немножко релакса. Шутка. 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 когда наши пришли в крым женщина идет в судак пешком подождем а здесь переполненная мусорка судака главная дорога главная дорога главная дорога главная дорога главная дорога главная дорога что за бред знаете что интересное самое в этой картине я знаю что вы не знаете а А я знаю, это кот. Кс-кс-кс-кс-кс. Кот, привет, котик. Как дела Кошара? Котик, маленький, свиноматка. Это массив. Такое мощное окно и небо. А там Рэд куда-то пошел. Где был? Ага, че? Вези там ворота на меня. После магазина отправился рассматривать талантливые картины города. Всякие интересные железочки, достопримечательности города, магазины и всякие псины. У крымчана один выбор. Не повезло ребятам. Где-то в гетто. Маякокс, КГ. Четкие пацанчики. Атакуют Крым и живут тут. Сижу, ничего нету. Часа два, бля. Коробки таскают. В Адидас ходят. Голуби сидят на крышах. Четкие пацанчики ходят. Голубины, крыши сидят, летают. Великам ту Раша. Люди суетятся, ходят. А автобуса нет и нет. Впереди шесть человек идет. Я не знаю для чего они идут. Но я иду сквозь эту щель. Вы знаете эту щель. Под йоговским пляжем. О, да. О, я заросшу как обезьяну. Хочу. Па. Хочу представить новую печку. Убираем камушки. Сюда ложим дровишки. И варим еду. Нет, не сюда, конечно. Сюда. Печка, супер печка. Печка-ромбик. Это называется печка-ромбик. Палка-придержалка. Железка. Вагиналка. Берем, зажигаем их. Спички открываем к ц. Двумя одной спичкой подожгли. Вторую нашел я здесь спичечку. Старенькую. И вуаля. Кастер готов по-французски. Вуаля-ля. Вуаля. Смотрите, как я придумал. Это самая крутая печка на земле. Рукоядочка. Снимаешь аккуратно. И чаечек готов. Чидай. Что это такое? Там взрывается. Деревяшка взрывается. Для накома и для чая. Что там? Реактивный двигатель. Можно в космос полететь. Продаю квартирочку. Вот водичка тут есть. Можно водички набрать. Столик хороший. Кухонка хорошая. Плита газовая. С видом на море. За банку сгущенки продам. Мусорка там. Склад воды там. Шуба. Можно укрыться, если дождь пойдет. Вон еще одна комнатка. Двухкомнатная. Двухбедерная. Видом на горы. Но почему она стоит? Так дешево. Банку сгущенки. Да потому что дождь пойдет. И на вас эти камни свалятся. И квартирка ваша исчезла. Ну зато я банку сгущенки покушаю. Зарева полевого сфинкса. Вот оно. Зарева полевого сфинкса. Этот череп думает. Я маленький меганомчик. Я подкрепился. Блядь, нахуй. Я подкрепился. Как жадная хрень. Короче, я подкрепился. Пожрал я как жадная хрень. Иду. И пришел. Усел шел костра. Последнее время я стал идеал этом. Он заглядывает, а тебя подошел? Угу. Смотрит на тебя и говорит, сука, нахуй ты меня поймала, да? Слово. Я уже хотела имя давать. Вот что за два человека, в которых у тебя привычки сидеть молча где-то за спиной, короче говоря. Я уже хотела имя давать. И стуки его отражают рыдания детских глаз. Дети хоронят останки коня, там лишь кишки и шкуры вон. Дети хоронят коня, там лишь кишки и шкуры вон. Дети хоронят коня, там лишь кишки и шкуры вон. Дети хоронят коня, там лишь кишки и шкуры вон. Дети хоронят коня, там лишь кишки и шкуры вон. Дети хоронят коня, там лишь кишки и шкуры вон. Дети хоронят коня, там лишь кишки и шкуры вон. Дети хоронят коня, там лишь кишки и шкуры вон. Дети хоронят коня, там лишь кишки и шкуры вон. Дети хоронят коня, там лишь кишки и шкуры вон. И ты понял, что если б спешил, тогда мог бы успеть. Но что уж теперь поделать, ты достал гитару и начал петь. Соседи шумят, они не могут понять, когда хочется петь. Соседи не любят твоих песен, они привыкли терпеть. Они привыкли каждый день входить в этот темный подъезд. Если есть воспрещающий знак, они знают, где-то рядом объезд. Веселую песню, да с грустным концом. И на шум пришли мужики, и ты вытащил спичку, тебе быть гонцом. Пустая консервная банка, и ее наполняли вином. И вот, немножко согрелся, и теперь, теперь боролся со сном. На этом вечер подсветка закончился. Не забываем ставить лайки и подписывайтесь.